Продолжается работа над бюджетом 2016. Михаил Игнатьев провел совещание с участием членов правительства и депутатов госсовета, на котором обсудили параметры республиканской казны. В современных экономических условиях строить далеко идущие планы довольно сложно. Проект республиканского бюджета 2016 отличается от предыдущих документов. Он рассчитывается на один год. 28 октября будем рассматривать на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. Процедурно, согласно тех принятых норм действующих законодательств, внесем в Государственный совет. Почему решили собраться? Для того, чтобы обменяться мнениями, все ли предложения те, которые были на встрече с избирателями, по линии политических партий, по линии фракций, учтены ли проекты бюджетов. Бюджета на следующий 2016 год. Основные параметры республиканской казны на следующий год Минфин рассчитал по консервативному принципу, исходя из прогнозов социально-экономического развития. Доходы на 2016 год предлагаются утвердить в объеме 32,104,000,000 рублей. Это 89% к уровню 2015 года. В том числе собственные доходы мы прогнозируем на уровне 22,293,000,000 рублей. С ростом к оценке 2015 года на 5,1% или на 1,087,000,000 рублей. Расходы предлагаются утвердить в объеме 34,327,000,000 рублей. 86% к уровню текущего года. Снижение доходов и расходов бюджета к текущему году обусловлено тем, что не в полной мере учтены расходы, то есть средства федерального бюджета, которые в течение исполнения федерального бюджета распределяются отдельными решениями правительства Российской Федерации. В последующем мы будем уточнять свой бюджет. Особый интерес у депутатов госсовета вызвали планируемые расходы на социальную политику. 66% ответила Светлана Янилина. В 2016 будет продолжено строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Предусмотрено 50 миллионов рублей на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В трех пилотных районах будут построены центры досуга. На данное направление из-за республиканского бюджета выделяется порядка 10,5 миллионов рублей.